МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Очередной сеанс правительственной связи. Сегодня у нас в студии министр физической культуры и спорта Чувашской республики Василий Петров. Василий Владимирович, здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья. Василий Владимирович, мы готовились к передаче, составляли определенные сценарии, но вчерашняя новость, она как-то вот заставила нас поменять все планы, и хочется начать именно с этого. Лана Прусакова стала серебряным призером. Это действительно очень приятная новость и для спортивного сообщества республики, для всех болельщиков, но, как я понимаю, не единственное приятное, с чего началась весна. Действительно приятная новость. На чемпионате мира в США Лана Прусакова стала второй по фристайлу дисциплине БКР. И, я думаю, это еще и не последняя медаль. У них дальше соревнования продолжаться будет. Кубок мира будет проходить в ближайшее время. А до этого тоже у нас были медальные выходные. На чемпионате России Сергей Кузырь взял первое место. Впервые за 37 лет Чувашия на чемпионате России повторила то, что было в 1984 году. Тогда первое место в золото взял Иван Григорьев. А также в воскресенье у нас порадовал и Владислав Поляшов, спортивная гимнастика. Елена Герасимова взяла второе место. И по спортивной борьбе у нас есть третье место тоже. В общем, весна началась замечательно. Очень хорошо началась. Между тем, прошлый год для спортивной отрасли, как и для многих других отраслей, выдался, мягко говоря, тяжелым. Все-таки определенные сложности были и в процессе организации тренировок, и школы спортивные у нас не работали. Ну, прошлый год действительно был непростым не только для спортивной отрасли, но и для всей экономики нашей страны. Но, несмотря на это, как раз появились новые форматы тренировок. Население хотело заниматься. Был локдаун, как вы знаете, и проходили тренировки в онлайн-формате. А спортсмены спорта высших достижений также продолжали заниматься, тренироваться. Жалко, конечно, что отменили Олимпийские игры, но такая была ситуация. Они пройдут в этом году. И по итогам предварительным, восемь спортсменов нашей республики по трём видам спорта, четыре по лёгкой атлетике, два по спортивной борьбе, два по спортивной гимнастике, вошли в состав национальной сборной России для участия на Олимпийских играх. Это хороший результат, с вашей точки зрения? Или всё-таки мы можем ещё лучше? Это хороший результат, но, как я сказал, предварительно это предварительно, и ещё я так надеюсь, что ещё будут кандидаты. Пока не буду называть раньше времени, чтобы не сглазить, скажем так. Мы будем надеяться. Сборная пополнится, да. Но у нас ещё и по паралимпийским пять человек вошли в состав национальной сборной для участия в паралимпийских играх. Так что, да, несмотря на то, что была непростая ситуация в прошлом году, вот сами помните, наверное, сейчас она улучшается с каждым разом, но жители нашей республики всё равно итоги подсказали, что дружат со спортом, любят заниматься физической культурой и спортом. Почему я это говорю? Мы подвели итоги прошлого года, и 48,2% жителей нашей республики систематически занимающихся физической культурой и спортом. Это хороший показатель. Мы вошли по нему в пятёрку регионов ПФО, и по России высокий показатель. Есть, конечно, над чем поработать. В 14 районах муниципальных этот показатель ниже среднереспубликанского. Но мы будем в этом направлении работать. По каким причинам? Что мешает? Что сдерживает? Ну, я не думаю, что-то мешает. Это неумение, может быть, или нежелание работать. Но чтобы работа шла, мы в прошлом году со всеми районами заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области развития физической культуры и спорта. И как раз там заложили эти показатели. Я думаю, в этом году мы ещё плодотворнее поработаем с муниципальными районами нашей республики, потому что жители районов действительно любят физкультуру и спорт. И многие олимпийцы, не секрет, они вышли из сёл, из деревень наших и стали олимпийскими чемпионами. Василий Владимирович, подвели итоги на коллегии, итоги работы в 2020 году. Кроме пандемии, всё-таки очень много других событий было, которые положительно повлияли на развитие спорта и физической культуры в республике. Лично вы, как министр, чем довольны, чем удовлетворены? Что удалось сделать за прошлый год, который мы можем поставить себе в актив? Ну, прошлый год действительно был непростым. Много соревнований межрегиональных, всероссийских, международных были отменены. Но, несмотря на это, прошли некоторые соревнования, и наши спортсмены действительно достойно выступили. Порядка 800 медалей. Есть мастера спорта России, международного класса, мастера спорта, кандидаты-мастера, перворазрядники. То есть неплохой урожай. Но в этом плане, что хочу сказать, мы провели определенную работу и внутри министерства. Мы приняли определенные указы, благодаря поддержке главы нашей республики Олега Алексеевича Николаева. Это, чтобы повысить возможность лиц старшего поколения заниматься физической культурой и спортом. Не секрет, их возможности материально ограничены. Мы им предоставили не финансовую меру поддержки. Это они могут заниматься во всех республиканских и муниципальных спортивных сооружениях. Часы минимальной загрузки совершенно бесплатно. Получив рекомендации при прохождении диспенсеризации, с Минздравом было согласовано, каким видом двигательной активности им заниматься. И вот этот указ по поддержке лиц старшего поколения, буквально с августа месяца мы его запустили, на 20% рост составил. У нас доля систематически занимающихся физической культурой и спортом, она такая проблемная была, 12,5%. К 2024 году показатель должен быть 25%. Как вы все знаете, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин нам поставил задачу такую, 55% систематически занимающихся физической культурой и спортом. Это не просто показатель, это здоровье людей. Те, кто занимаются физической культурой и спортом, они более активны, более здоровы. А лица старшего поколения, они хотят заниматься, очень активны. И когда на улице меня встречали, ну, скажем так, люди серебряного возраста и говорили спасибо. Я даже вроде как бы не знаю их и не совсем понимал. И потом говорили спасибо за то, что вот мы можем пойти поплавать в бассейн. Есть стоп-боксом занимаются, еще другими видами. Ну, у них интерес проснулся. Я, говорит, раньше никогда не занимался этим видом спорта. А вот у меня есть свободное время, есть группа, там волонтеры активно. Участвуют в этом. Сейчас мы тоже при училище Олимпийского резерва создаем свою волонтерскую команду, чтобы ребята, получая образование в ПЕД-университете, в училище Олимпийского резерва, уже подключались. Потому что это специалисты будущие в области физической культуры и спорта. То есть все-таки пропагандировали здоровый образ жизни. Да, конечно. Помогали. Давайте все-таки вернемся к спорту высоких достижений. В прошлом году были сделаны уже первые шаги. В этом году уже и в послании главы Чувашской республики Госсовету поставлена задача пересмотреть существующие меры поддержки спортсменов и тренеров. Вот что делается в этом направлении и каких результатов мы хотим достичь? Давайте начну первое с того, что в прошлом году был из-за науказ главы Чувашской республики. И спортсменам, которые входят в состав сборных команд Российской Федерации из Чувашской республики, будут выплачиваться стипендии. От 5,5 тысяч до 25 тысяч рублей. Это меры поддержки впервые реализуются в нашей республике, что очень отрадно. И на сегодняшний день уже 12 спортсменов, которые ранее выступали за другие регионы, выбрали Чувашию первым регионом. Также с 2012 года в преддверии Олимпиады мы проанализировали ситуацию. Не менялось денежное вознаграждение за выступления на Олимпийских играх. Сумма была 1 миллион рублей. Но так как это международное соревнование, если мы переведем в доллары, скажем так, это 13 тысяч долларов на сегодняшний день, а в 2012 году это было 33. Ну, существенная разница. Мы проанализировали ситуацию в других регионах, посмотрели. И да, у нас самая низкая. И на сегодняшний день мы подготовили проект, который проходит согласование с Минфином, с Минэкономразвития, где сумму планируется увеличить до 3 миллионов. И эта поддержка будет распространяться не только на спортсменов, но и на тренерский состав, который готовит спортсмена. То есть 3 миллиона спортсмен в случае победы на Олимпиаде, 1,5 миллиона тренер получает. Но я думаю, на эти деньги можно в нашей республике приобрести квартиру. Тренеров как планируете поддерживать? Да, эта категория у нас, говоря... Выпала из всех программ? Да, из-за коллизии в федеральном законе. Она не попала в майские указы Владимира Владимировича Путина. И заработная плата тренера, который работает в организации спортивной подготовки, к сожалению, в нашей республике самая низкая в Повольше, это около 22 тысяч рублей. Но эти люди всегда были энтузиастами, но не до такой же степени. Они же готовят спортрезерв. Это неправильно. Люди не должны страдать. Жить-то на что-то надо. Те тренеры, которые работают в организациях дополнительного образования, их заработная плата порядка 29 тысяч рублей. И главой нашей республики Олегом Алексеевичем Николаевым нам поставлена задача увеличить заработную плату тренеров, работающих в учреждениях спортивной подготовки. На сегодняшний день мы провели анализ всех наших подведомственных учреждений на предмет того, изыскать дополнительные возможности для увеличения заработной платы. Аналитику эту передали в Минфин. И также готовим предложение наше депутату Государственного Думы Анатолию Геннадьевичу Аксакову, чтобы на федеральном уровне тоже эту ситуацию поправить. Пока там будет приниматься закон, все это рассматривается, все-таки мы не будем ждать разрешения этой ситуации, а хотим в этом же году довести среднюю заработную плату тренеров до средней по экономике. Ваш прогноз, как это отразится? Сможем ли мы привлечь тренеров, может быть, и за пределы республики? Кто-то переедет к нам. Ну, над этим идет работа. Усилим кадровый состав. Ну, вот как пример Федерации спортивной борьбы, которую возглавляет Николай Федорович Гаврилов. Он тоже привлек сюда хорошего тренера. Тут обязательно активная работа Федерации по видам спорта нужна. Но взаимодействие должно быть. И я говорю, мы будем создавать максимально комфортные условия для спортсменов и тренеров, ценить наших спортсменов, приветствовать тех спортсменов из других регионов, которые захотят выступать за нашу республику или поменять регион и представлять Чувашию. Кстати, вот о федерациях. Сколько сегодня постоянно действующих федераций, которые активны, которые работают, с которыми вы выстроите отношения, и как? На какое основное? Всего на сегодняшний день аккредитацию прошли 72 федерации по видам спорта. Представляют 73 вида спорта Чувашской республики. У нас 14 базовых видов спорта. В прошлом году футбол стал базовым видом спорта. Те виды спорта, которые олимпийские, они получают поддержку еще и с федерального бюджета, если они являются базовым видом спорта. И тут нужна плотная работа региональных спортивных федераций, чтобы они взаимодействовали очень активно с общероссийскими федерациями. Это позволяет дополнительно привлечь финансирование в регион. И, конечно, взаимодействие с муниципалитетами, органами исполнительной власти. То есть вот эта структура, когда она будет работать, выстроена, каждый будет выполнять в этой цепочке те задачи, которые ставят в министерство. Кого-то можете назвать, да, вот в качестве примера, на кого стоит равняться? Кто из федераций, какие из федераций уже выстроили отношения и, в общем, достаточно плотно и предметно работают? Ну, это у нас заложено было в стратегии. Мы в прошлом году, когда я пришел в министерство, новой управленческой командой Минспорта Чувашия была разработана стратегия развития физической культуры и спорта до 2024 года. Кстати, мы первое министерство, которое защитили перед главой, получили поддержку. В рамках реализации этой стратегии в прошлом году у нас было заключено соглашение с общероссийскими федерациями. Это Российский футбольный союз заключил, потом Федерация биатлона, Союз биатлонистов России, Федерация спортивной гимнастики, тяжелой атлетики, Всероссийская федерация школьного спорта, которую руководит Ирина Константиновна Роднина. И они действительно прорабатывают сейчас план реализации с Всероссийской федерацией школьного спорта. Вот есть и первые результаты. Мы в прошлом году разработали тоже в числе первых межотрасковую программу развития школьного спорта и студенческого спорта совместно с Минобразом. И в этом году нам поставят еще два факота. В прошлом году один построили мы в Чебоксарах между на стадионной площадке школой номер 39 и гимназией номер 1. Кстати, одни из немногих в России мы вовремя реализовали этот проект. И нам в этом году еще предоставляют два факота, которые будут один в Баттерском располагаться, другой в Сибирском. То есть пример взаимодействия – это по спортивной инфраструктуре, а еще и по спортивной части. Это обязательно нужно взаимодействовать, чтобы региональную федерацию знали общероссийской, готовы были ее поддержать. И мы, естественно, тоже тут подключаемся очень активно. Василий Владимирович, ну все-таки прошлый год в силу обстоятельств был достаточно беден на такие яркие, зрелищные спортивные события. Многие проходили мероприятия, но все-таки преимущественно в онлайн-режиме, в закрытом режиме. В этом году мы возьмем реванш. Что запланировано? Ну, если позволит эпидемиологическая ситуация. Да, совершенно правильно говорить, если позволит эпидемиологическая ситуация. На сегодняшний день она у нас неплохая. Роспотребнадзор разрешил нам проводить соревнования с привлечением зрителей до 70% зрительских мест в спортивных залах площадью от 400 квадратов, что очень отрадно. Не все регионы имеют такие возможности. Я знаю, что в некоторых регионах вообще отсутствуют зрители, а без зрителей любое спортивное состязание теряет яркие краски, эмоции, впечатления. А сами зрители как стасковались. Мы вот ездили на съемки, тоже снимали несколько спортивных таких ярких мероприятий. Боже мой, неизвестно, кто больше радовался, правда? Ну вот, и к сожалению, в прошлом году мы не приняли 101-й чемпионат России по легкой атлетике. Легкую атлетику у нас в республике любят. Вы же знаете, у нас хорошие легкоатлеты, есть олимпийские чемпионы. И в этом году у нас запланирован 102-й чемпионат России по легкой атлетике, чемпионат России по спортивной ходьбе. Спартакиада, этапы спартакиада здесь пройдут, по спортивной гимнастике тоже. Я думаю, все эти соревнования состоятся. Будем надеяться и готовиться. Да. Для того, чтобы принимать такие крупные спортивные события, мероприятия проводить, нужна соответствующая инфраструктура. В последние годы очень много сделано для того, чтобы у нас появились новые объекты на спортивной карте республики. Но на ваш взгляд, что необходимо, как необходимо усовершенствовать эту спортивную инфраструктуру, чтобы она была уже... Ну, то есть мы могли точно совершенно сказать, что она развитая. Ну, у нас оснащенность спортивными объектами не самая плохая. Показатель 79,1%. Только в четырех городах она как бы отстает. Это у нас Чебоксар, Ново-Чебоксарск, АллатР, Шумерля. Ниже среднереспубликанского показателя. То есть мы проанализировали эту ситуацию и обратим на это внимание. Но, как вы уже знаете... Речь идет о обеспеченности... Объектами спорта, да. Да, на душу населения. Да, да, да. Видимо, все-таки это из-за того, что здесь живет больше всего жители. Согласен с вами. Ну, даже как пример возьмем Чебоксара. Жители юго-западного района. Там же нет крупных объектов спорта. И вот в этом году, мы с этого года начнем строить реконструкцию стадиона «Волга». Начнется. Который проект был готов. Около семи лет он как бы не имел финансирования. И в прошлом году, благодаря совместной работе правительства Чувашской республики, депутата государственного дома Анатолия Геннадьевича Аксакова, нам удалось получить финансирование на данный проект, хотя его не было в списке федерального ведомства. Еще какие объекты запланированы? Ну, еще у нас в Чебоксарском районе многофункциональный центр. Планируется строительство, как вы знаете, проектирования на данный момент. Это на Чапаево у нас был бассейн. Школа плавания номер 9. Для всех было шоком, когда в прошлом году все узнали, что он находится в аварийном состоянии. И сейчас выделены средства на проектирование. И будем, после того, как будет проект, искать источники финансирования строительства этого объекта. Там будет 50-метровый бассейн, чтобы можно было проводить всероссийские соревнования. Потому что у нас в городе Чебоксара не было такого бассейна. Только есть в Ново-Чебоксарске. Но там количество дорожек тоже не соответствует. Ну, он один на всю республику, да, получается? Ну, также в планах у нас реконструкция физкультурно-оздоровительного центра «Росинка», «Белые камни». Мы проводили в прошлом году презентации, рабочие группы созданы. Сейчас прорабатываем тоже возможности создания комплексов с использованием механизма ГЧП. Ведем определенные переговоры. Потому что, к сожалению, мы находимся на Волге. Республика на Волге. Чувашия на Волге. А плавание имеет далеко не столько людей, сколько хотелось бы. Ну, там есть указ главы Чувашской республики. Мы реализуем эту программу обучения младших школьников плаванию. Вот, кстати, об этой программе мне бы хотелось подробно. Я в свое время сама училась в школе, в которой был бассейн. Но потом он как-то не очень долго просуществовал. Потом его замариновали. Я думаю, что наша школа не единственная. Есть ли какая-то программа по восстановлению, реставрации, модернизации вот этих школьных бассейнов? Да, конечно, на это выделяются средства, на капитальный ремонт бассейнов. Просто иногда попадаются недобросовестные подрядчики, как это у нас в Брестинском районе произошло. Но в этом году выделены дополнительные средства. Там идут определенные судебные процедуры, насколько я знаю. Но обеспеченность бассейнами у нас неплохая в республике. То есть у нас хорошая динамика, рост спортивных объектов. Это как плоскостных сооружений, как и спортивных залов, так и бассейнов. Я говорю, уровень обеспеченности находится на должном уровне. И я хотел вернуться все-таки вот к каротинке и белым камням. Мы там как раз хотим создать центр водных видов спорта. Я говорю, находимся на Волге, чтобы развивались у нас эти виды спорта. Ставим себе такую целью. Ну и лыжеролюную трассу надо построить для биатлонистов. Говоря о водных видах спорта, мы говорим только о плавании? Или все-таки сюда же относим и грибные виды? Нет, это не только плавание. Да, это и парусный спорт, и грибные виды спорта. Как мне сказали, что у нас тут идеальное место для проведения соревнований по водным видам спорта. Там нужно, наверное, какую-то марину создать. Я говорю, мы проводили презентацию как раз реновации «Новая жизнь». Это фото с росинкой и белые камни. На сегодняшний день они, ну как вам сказать, это сотовый телефон, но только кнопочный. А нужно создать многофункциональный смартфон, чтобы сюда хотели приезжать жители всей страны, не только нашей республики. Вот такую задачу я себе ставлю и всему министерству. Действительно, у нас хорошие места. Земля в собственности республиканская, 8 гектаров. Это поросинка, 15 гектаров белые камни. Прекрасная территория, которая имеет выход на Волгу. Я думаю, мы сделаем вместе. Ну что ж, я хочу пожелать и вам, и всем нам успеха в этом направлении, чтобы действительно все из запланированного сбылось. Занимайтесь спортом, и все будет хорошо. Физическая культура и спорт – это основа движения жизни. Спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня нашим собеседником был министр физической культуры и спорта Чувашской республики Василий Петров. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин